Сопредседатель немецкой партии «Союз-90» Зеленая Анна-Лена Бербак считает ошибкой реализацию проекта «Северный поток-2», а также утверждает, что Россия якобы приняла целенаправленное решение не заполнять газом хранилища в Европе. При этом другая почетная дама Германии, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамкаренбауэр добавляет, НАТО должно ясно дать понять России, что альянс готов к военным действиям. Политик утверждает, что Москва якобы систематически нарушает воздушное пространство балтийских государств, и поэтому следует уделить особое внимание защите Прибалтики. Кроме того, глава Минобороны Германии также обвинила Кремль в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза. Да, наши партнеры действительно поражают своей, так сказать, дальновидностью. У них на пороге зима, цены на газ скачут как кенгуру в разгар периода размножения, а в Берлине, который только что себя сильно обезопасил в плане энергоснабжения, выходят дамы и говорят, что Северный поток-2 – это плохо. В Берлине, не в Киеве, подчеркнем еще раз. Вот один из лидеров партии «Зеленых» Аналена Бербак обвинила Владимира Путина. «Действительно, в любой непонятной ситуации говори про президента России и все получится» в игре в покер с ценами на энергию, сообщает Дас Эрст. Кроме того, Бербак выступила против введения «Мы же не шутим, это неописуемо» в эксплуатацию Северного потока-2. И тут же, как говорится, совпадение, не думаю. Глава немецкого министерства обороны Аннегрет Карамкаренбауэр выступила с призывом к НАТО показать России свою готовность применить оружие, если такая необходимость возникнет. И это при том, что совершенно не секрет, что после того, как министром обороны была великолепная Урсула фон дер Ляйен, в немецких войсках толком ничего не ездит, не летает, не стреляет и не плавает. Так, на одних из учений солдатики Бундесфера мы не шутим еще раз, бегали с палками, делая вид, что это у них автоматы. А до места, так сказать, сражений добирались на комфортных микроавтобусах немецкого производства, потому что на всех не хватило бронетранспортеров. И вот уже немецкие СМИ взорвались заголовками «НАТО приготовилось к конфликту с Россией». Такого не было со времен окончания Холодной войны, сообщило немецкое издание The Deutsche Zeitung. И что тут добавить, на фоне заканчивающейся эпохи Меркель, бабушку даже где-то жалко. Все эти годы она унижалась перед штатами, чтобы только достроить еще одну трубу России-Германии, которая и Берлину нужна больше, чем Москве, и денег в нее сильно больше вложила сама Европа. Но, как вы видите, ставленники все той же Меркель раз за разом пытаются разрушить наследство бундесканцлерин самым пошлым образом, который явно приведет в лучшем случае к банкротству Европы, а в худшем – к ее разрушению. Ибо слова Путина про «можем повторить» были вполне себе адекватно, им же расшифрованы. Но так как стрелять себе в различные части тела – это теперь европейская народная забава, кажется, все это далеко не конец истории. Продолжение следует...